Пенсионерка Галина разносит газеты с телепрограммой для тех, кто предпочитает телеканалы Российской Федерации. Если человек получит без программы, это будет проблема. Они будут звонить. Пенсионеры, знаешь, они какие. А программа действительно впечатляет. Первый канал, Россия-1, пятый канал запрещены в Эстонии, но люди продолжают их смотреть с помощью тарелок, которые они устанавливают. И обычно это пенсионеры. По статистике в Нарве количество пенсионеров возросло, и теперь их 27%. Влияние российской пропаганды на людей пенсионного возраста можно легко определить вопросом, что они думают о войне и не боятся ли, что Россия нападет на Эстонию. Если бы ее не вынудили, никогда бы Россия сколько лет, сколько тысячелетий, никогда первой не нападала. И Россия не нападет ни за что. Ни на кого Россия не нападет. Это уже 100% гарантии. Да сама Эстония, Латвия, Литва в ближайшее время приползут в Россию на коленях. Из-за такой позиции старшего поколения местных, многие беженцы из Украины со своими родственниками тут, о политике не разговаривают, рассказывает Татьяна. Она покинула родной Николаев после того, как в соседний дом прилетела ракета еще весной 2022-го. Год жила в Германии, потом перебралась в Нарву к тете. На тот момент была такая информация, что тут можно даже на работу пойти почти сразу. Не нужно учить какую-то меньшую мову. Это можно в процессе делать. Но работы в Нарве оказалось немного. Из-за разрыва экономических отношений с Россией в городе закрылся ряд предприятий. Туристов стало меньше. Да и государственная политика в отношении языка изменилась. С первого вересня все первые классы по всей Эстонии начали заниматься на эстонской мове исключительно. Требуют изучать эстонский и от украинцев. Это обязательное условие для продления статуса временной защиты. Дается этот язык непросто, так как существенно отличается от славянских. Татьяна демонстрирует это нам в одном из кафе. В обучении эстонскому государство последние два года стало инвестировать значительно больше средств. В Нарве открылся ряд языковых школ для взрослых. Беженка Татьяна строит тут свою жизнь. В ближайшее время собирается доучить эстонский до уровня Б2, чтобы устроиться на работу по специальности. Финансистам в банке. Освежить свои знания государственного языка не против и молодые люди, которые выросли в Нарве. Мы живем в этом государстве. Мы должны знать этот язык и учить его. Потому что многие эстоноязычные люди, они знают русский. Почему? Если они идут нам навстречу, мы не можем сделать то же самое. Выучить эстонский. Такая позиция сейчас у многих молодых людей, говорит бывшая мэр Нарвы Катри Райк. Одна из немногих в этом городе – этническая эстонка. Это новое поколение, новая нация. Она сформировалась весной 2022 года, после начала войны. Многие молодые люди в Нарве сказали, я не буду идентифицировать себя как россиянин. Я буду идентифицировать себя как эстонец. И этот вывод Катри Райк весьма символичен. 24 февраля, день, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, это также день независимости Эстонии. Елена Абрамович, Уланбек Асаналиев, Синиша Ненадич, Антон Золотых. Настоящее время. Нарва.